друзья предлагаю выполнить вместе несложную сумку если вам понравится мы продолжим шить с вами летние не только летние сумки я взяла миллиметровую бумагу линейку вот такая линейка большой квадрат 30 на 30 очень удобно если у вас такой нет ничего страшного возьмите ту линейку которая у вас есть сумка будет цель накроенной и вначале для верхней части сумки давайте 13 сантиметров 10 сантиметров и еще откладываем 13 сантиметров закрываем наш прямоугольник 13 сантиметров разделим пополам получим 6 половиной сделаем отметку вот у нас участок в 10 сантиметров здесь шесть с половиной шесть с половиной здесь также шесть с половиной и шесть с половиной здесь у нас будет центр сумки и прорисовываем отрезок вниз равный десяти сантиметров здесь где отмечены отрезки по шесть с половиной прочертите пунктирные линии это будет линия сгиба для ручки и складки сумки на линии глубины сумки выполните отметки для натечек длина сумки может быть любой по вашему желанию получившуюся выкройку давайте возьмем и вырежем вот так сумочка будет выглядеть в готовом виде но ширину сумки вы сможете по своему желанию удлинять либо оставить вот такой короткой вот у меня есть старые джинсы которые я и собираюсь использовать я разрежу один из швов замечательно поместилась моя выборка на этой штанины и я могу непосредственно цельную деталь сумки выкроить сразу из одной штанины я подумала насколько я хочу удлинить свою сумку пожалуй вот так по сантиметру мне нужны будут припуски на швы таким образом я складываю пополам одну штанину здесь сверху я расположу верхнюю часть моей сумки то есть ручки закрепляем верхнюю часть и с учетом припусков на швы выполняем раскрой я перевела выкройку с припусками на швы в один сантиметр ручки расположены на сгибе точно также с припусками на швы прорисовываем часть ручек для тех кто впервые можете себе также обрисовать разметки для швов чтобы вам было легче в будущем я думаю вам не понадобится это делать но для начала лучше если вы себя подстрахуете также наметьте себе места для надсечек также перенесите себе линии для складок начертите их пунктиром и нам остается выкроить верхнюю часть сумки если у вас есть раскроенные ножи прекрасно можно это выполнить при помощи раскроенных ножей линию сгиба перенесите на вторую часть сумки сумку я собираюсь украсить декором но это еще не готовая сумка к сумке должен быть подклад и к сумке я намереваюсь сделать уплотнитель краем уплотнитель без припусков на швы фиксируем уплотнитель на раскроенной детали таким образом чтобы припуски на швы остались нетронутыми я собираюсь воспользоваться циркульным устройством для машины пфав кстати обязательно посмотрите если для ваших машин такие устройства потому что с помощью можно действительно творить невероятные вещи для декора своей джинсовой сумки я решила использовать натуральный льняной шнур и циркуль для моей пфавочки циркуль для моей пфавочки надежно устанавливается в игольную пластин я выполнила предварительно разметку сколько у меня вообще есть свободного здесь пространство которое я могу задействовать для декора так как вот эти части пойдут на подгиб и их не будет видно вот у меня будет четыре небольших цветка по углам и я решила выполнить еще цветок вот такой по центру работает циркуль на самом деле очень просто вспоминаем уроки в школе у нас есть радиус окружности у нас есть диаметр окружности и так я сейчас буду выполнять лепестки для цветка с диаметром окружности 12 сверху у нас разметка в сантиметрах и я устанавливаю 12 это вот лапка для пришивания шнура лапочка работает системой а и детей что обеспечит мне прекрасное продвижение полотна особенно с учетом того что у меня видите плотный джинс с уплотнителем шнур заводим в отверстие для шнура я буду использовать самую обычную прямую строчку также нам потребуется самая обычная канцелярская кнопка давайте выполним центральный лепесток и здесь мы можем начать непосредственно с центра выравниваем иглу таким образом чтобы она опустилась четко в центр устанавливаем в циркуль канцелярскую кнопку протекаем ткань вот она игла предварительно я сделала разметку 6 сантиметров это мой радиус и сейчас я буду выполнять мои лепестки проходим часть круга под центром как видите мне ничего абсолютно не приходится делать мне не приходится разворачивать самой вытаскиваем канцелярскую кнопку поворачиваем до пересечения слева и снова находим циркуль и опять вставляем в то же самое отверстие в моем случае это 12 миллиметров для того чтобы вам не запутаться вот смотрите я предварительно расчертила квадрат мой квадрат 12 на 12 этот квадрат я разделила на 4 мелких квадрата эти квадраты составляют 6666 каждый раз переставляем кнопку на сторону квадрата не в угол квадрата не в центр как многие думают а на сторону квадрата снова пора перевернуть нашу работу я снова вставляю кнопку фиксирую ее в циркуле и и поехали выполнять следующий лепесток шнур держать не нужно он подается самостоятельно нашей лоткой снова дошли до пересечения линии извлекаем канцелярскую кнопку работу разворачиваем до следующей стороны квадрата зафиксировали лапку по центру и теперь пойдем выполнять вот этот лепесток вот этот для этого извлекаем кнопку переставляем ее для выполнения окружности и вновь движемся до пересечения линий повторяем нашу процедуру думаете куда будете двигаться и тогда никогда не запутаетесь мы с вами получили вот такой цветок который мы потом по желанию можем заполнить самостоятельно еще ну а пока выполним маленькие вот эти вот цветочки можем начать с угла кстати можем начать из центра устанавливаем его четко на пересечении линий вот место где я буду выполнять цветок и сейчас он будет выполняться с радиусом в 3 сантиметра и с диаметром 6 сантиметров для этого переставляем с 12 на 6 мы выполнили с вами одну дугу переставляем прочерченные углы нужны для того чтобы вы не путали останавливались четко всех местах где волна остановиться центр цветка я оформила кругом в меню строчек строчки с дополнительными лапками и я выбрала вот эту строчку номер 14 из раздела 9.1 кстати можно навести и узнать об этой строчке декоративная строчка трехступенчатая для нашивания шнура и декоративных нитей рекомендуется дополнительная лапка для трех шнуров системы айдети вместо лапки для трех шнуров хотя она мне тоже есть я использовала ту же самую лапку для толстого шнура и вот эту строчку и посмотрите так интересно опорнена у меня сердцевина цветка я продолжу декорировать свою сумку и конечно же буду использовать лапки которые у меня есть а у меня и все лапки для моей красавицы прав и я очень люблю декор именно с машиной прав потому что возможности декора с нею просто безграничны также я решила украсить свою сумку не знаю почему очень люблю блеск на джинсах я думаю как и многие из вас и я решила украсить при помощи лапки для бусин ниткой страз нитка страз посмотрите легко проходит через отверстие в лапки для бусин по размеру детали раскроите подклад для дна сумки из основной ткани вырежьте прямоугольник 14 на 28 сантиметров уплотните его любым стабилизацией желательно плотным я использовала стабилизатор для совок также выкроите подклад для донышка деталь подклада наложите лицевой стороной на лицевую сторону основной детали выполните булавочное сметывание выполняем от строчку центра обычной прямой строчкой с одним сантиметром припуском выполните натечки к уголкам максимально близко подклад отверните и идемте от паре подклад отверните на изнаночную сторону и хорошенько заутежьте разложите деталь сверните колбаской противоположную часть лицевыми сторонами друг другу сложите часть ручек подклада и основной детали любое удобное для вас сметывание особенно если у вас такие разные по текстуре ткани как у меня а у меня эластичная мембрана которая хорошо растягивается поэтому обязательно выполните сметывание и с припуском в один сантиметр выполните строчку извлеките булавку и выверните детали через отверстие и так у вас должен был получиться вот такой результат то же самое проделайте с противоположной стороны заутежьте получившийся результат что ж теперь отворачиваем детали и смотрите вот мы делали с вами натечки выполните строчку с отступом в один сантиметр от края не доходя один сантиметр до противоположного края то же самое проделайте и с подкладом только не за 6 нечаянно ручки швы разутежьте в стороны и дайте им застояться при помощи портновской колодки то же самое проделайте со всеми швами помните мы с вами отрисовывали складки возьмите дно сумки места там где должны быть складки еще раз отметьте если они вдруг у вас куда-то делись выполните сметывание дно сумки я ставила лицом к лицу основной деталью выполните строчку по периметру и четко соблюдаю прямые углы уголки отсеките не доходя один миллиметр дошло выворачиваем будущую сумку посмотрите сейчас у нас получилась вот такая вот практически маленькая я предлагаю сейчас нам оформить с вами ручки для сумки и делать будем это следующим образом вот так мы будем закладывать здесь складку ручки складываем вдвое вот эту часть можете видите даже заутюжить ручки соберите между собой вот таким образом то же самое проделайте со второй стороны заложите складку ручку сложите вдвое таким образом чтобы основная ткань открыла подкладочную уголки с уголками соберите вот такая получается сумка смотрите ваша задача потайным швом собрать ручку как вариант если лень потайным швом можно выполнить отстрочку здесь и здесь еще как вариант вставить туда во внутрь ручки например синтепон и ручка будет иметь округлую форму подкладку соединить в дном сумки выполнить это можно так же несколькими способами либо полностью иглой с нитью либо выполнить стачивание оставив отверстие через которое вы сможете вывернуть сумку оставшуюся ее часть закройте потайным шоу и и и и и